Три погрузчика и шесть КАМАЗов всю неделю будут очищать эту территорию от мусора. Незаконную свалку на пересечении улицы Карла Маркса и 22-го портсъезда недавно нанесли на интерактивную карту свалок. Это Всероссийский проект Народного фронта. Самарская область стала его самым активным участником. У нас самая большая активность граждан. Мы выявили больше всех незаконных свалок на сегодняшний день. Это 217 свалок. Мы являемся лидерами не только в Приволжском федеральном округе, но и в России в целом. Площадь в несколько гектаров загрязнена в основном строительным мусором. Это дело рук недобросовестных предпринимателей, которые экономят на утилизации отходов. Оштрафовать юридические лица сложно, ведь с поличным ловят простых водителей. А для них штрафы несущественные – от 1000 до 2000 рублей. Однако дополнительно придется оплатить ущерб, нанесенный экологии, а это уже совсем другие суммы. И здесь на физическое лицо, и у нас уже есть судебная положительная практика, сумма ущерба достигает до 150-200 тысяч рублей за одно транспортное средство. Районные власти и общественники сошлись на том, что этому месту нужно подарить вторую жизнь. Основная, конечно, задача сейчас вывести отсюда свалку, но будет обсуждаться с жителями, так сказать, прорабатываться вопрос о том, каким образом будет благоустроиться данная территория, что здесь будет на перспективу в будущем. Кроме того, здесь планируют установить камеры наблюдения, чтобы окончательно отвалить самых настырных нарушителей. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. Дмитрий Макарова, Дмитрий Макарова.